всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики хотелось бы обратить внимание на данные которые выходили по великобритании объем розничных продаж вышел намного лучше предыдущего значения ну и прогнозного 5 и 4 в зеленом далее у нас выходил индекс деловой активности в производственном секторе пима германии и еврозоны здесь также все позитивно впереди нас ждут данные по сша это 16 45 и 17 00 по московскому времени но закрывать торговую неделю будет представители cb кристина лагард со своей речью в 17 30 по московскому времени со стороны более глобального хотелось бы отметить вчерашний день можно сказать звездочку вчерашнего вечера на американской торговой сессии джо байдена непосредственно его речь о том что могут быть повышены налоги на прирост капитала практически вдвое то 43,4 процента на этом фоне все фон все фондовые индексы просели практически на 1 процент плюс крипто рынок просил на 11 процентов если брать центральные банки напоминаю что на этой неделе у нас заседали и цбшники на следующий ожидает уже фрс ников ну и конечно же центральным будет выступление председателя фрс джерома паула вопрос о постепенном сокращении количественного смещения ну если будет возникать непосредственно приз прямые посылы по поводу непосредственно количество смягчения это может оказать давление на доходность казначейских облигаций но это в принципе ограничит рост американского доллара переходим техники начинаем с индекса доллара со стороны маржинальных зон обеспечения у нас сохраняется нисходящий приоритет добавил сюда немного классики слабый восходящий тренд коррекционное движение в район полной коррекции восходящий промежуточной зоны 91 80 91 90 но на текущий момент мы видим что начинает меняться у нас пока настроение уже сформированы две вершины и минимум что дает нам предпосылки на развитие краткосрочного нисходящего тренда поэтому будем смотреть за тем как влияет на линию поддержки на предыдущие минимумы если говорить об агрессивности то можно предположить сдерживание падения индекса доллара и рост в район 91 30 91 40 но напоминаю что основной приоритет здесь нисходящим со стороны уровня мир и также более старшей классики это четырехчасовой таймфрейм в очередной раз приземлились на трендовую линию поддержки начинаем ее тестировать пробовать пока она сдерживает поэтому в небольшой приоритет ставим агрессивные сделки большинство сегодняшних торговых идеи они агрессивны это все как раз связано с общими фундаментальными настроениями на рынке ну и со стороны тактики адреса напоминаю что на краткосрок 300 процентов непосредственно 90 95 мы сходили полного развития и захода в район 91 40 91 55 не удалось по среднесроку помните о том что у нас первое 90 50 и более глубокая 90.15 валютный рынок пара евро доллар с этой стороны приоритет также сохраняется восходящий страны классики мы в очередной раз подходим к нашей восходящей целевой зоне к линии сопротивления достаточно идеально чтобы сработать агрессивно с коротким стоп лоссом за непосредственно 120 80 по тейку здесь сильно не раз не разгонишься на сегодня это достижение нисходящей промежуточной зоны 1 на 19 81 19 90 с небольшим перелом как это было предыдущих двое торговых суток стороны опционов картина по паре евро доллар выглядит по следующему понеделька мы вышли далеко вышли за пределы опционного канала так стороны открытого интереса пока полностью у нас покупатели но с этой стороны хорошо если поменяется настроение непосредственно на укрепление американца так ну и по месяцу также мы начинаем выходить и тестировать верхнюю границу колов в принципе контр трендовые опционщики должны нам здесь помочь и укрепить как минимум на американской торговой сессии американский доллар опять же помним о том что сегодня выступает кристин лагард стороны объемов картин у нас выглядит по следующему крупные объемы в совокупности со всеми инструментами опционами и маржинальными зонами и классика и сдерживают восходящий тренд но на районе 121 это небольшой перехай заход как раз в район восходящей дополнительной зоны через недельную от эрку помним о том что инструмент достаточно часто ходят от одной эрк нижней есть такая возможность да можно сказать со стороны валютного инструмента поэтому помним об этом и здесь можно будет вставать более спокойно на коррекцию пара фунт доллар с этой стороны на текущий момент я бы не принимал никаких действий и дождался подхода в район 1 39 15 1 39 30 и вот здесь уже соответственно на классике на непосредственно маржинальных зонах входил на коллекционное движение сегодня отойдите от своего рабочего объема используйте более мелкий да так пробные дробные объемы у нас закрытие недели но в принципе сами мы видим как у нас достаточно резко меняется фундаментальный фон так стороны непосредственно опционов картина по фунту выглядит по следующему по неделькам также выходим через верх возвратном в принципе не то что гарантированно обеспечен стороны опционщиков красиво здесь зажимают и покупателей продавцы так стороны месяца стороны месяца мы практически в идеальном состоянии на закрытии недели недалеко находится оптимальный уровень между покупателями продавцами то что мы выше баланса дня это предшественник того что мы можем все таки достичь восходящей дополнительной зоны там уже вставать соответственно на коррекцию ну и по психологии 139 ровный уровень так стороны объемов здесь ситуация выглядит последующими в принципе все крупные объемы они как раз находятся в том же месте 139 15 139 30 поэтому достаточно спокойно с точки зрения выставления стоп-лоссов стоп-лоссы за непосредственно 139 50 ставим по тейку по тейку по тейку 137 70 137 50 этого будет достаточно на сегодняшние торговые сутки пара доллар сша японская иена приоритет по маржинальным зонам сохраняется нисходящий смотрите как мы красиво филингранной днем ступеньками вниз чуть-чуть переписывая ло в принципе мы движемся внутри клина поэтому если работать агрессивно поднимать инструмент с колен можно так сказать эта покупка учитывая что бывают перелого стоп-лоссом ниже 107 60 первая цель 108 40 и более высокая 108 95 не думаю что будет сильный заскок и ну если только конечно не фундамент так со стороны опционов у нас есть помощь стороны неделек потому что мы находимся на нижней границе опциончики будет выбрасывать нас в район оптимального значения это 108 75 стороны месяца а вот со стороны месяца как раз небольшой звоночек о том что может быть у нас перелого потому что нижняя граница колов находится в районе как раз 107 так сейчас будем более точные 107 63 поэтому стоп-лосс лучше за 107 55 поставить оптимальное значение в районе также 108 75 по открытому интересу также большой открытый интерес здесь поэтому в принципе можно будет здесь фиксироваться не дожидаться дохода до восходящей промежуточной зоны стороны объемов картина выглядит по следующему позицию не открыл так у нас большой перевес все таки имеется покупателей то есть доля агрессивность у которой можно сегодня про и проявить она в принципе оправдана ну и крупничок у нас в районе так 108 85 доллар сша канадский доллар вот здесь как говорится все карты со стороны техники нам перемешал можно сказать банк канады оставив ставку на прежнем уровне но сократив программу количественного смягчения очень агрессивно покупка от непосредственно нисходящей целевой зоны стоп-лоссом ниже 12455 стейком перебить и максимум достижения 125 65 здесь со стороны маржинальной зоны обеспечения сохраняется все-таки нисходящий нисходящий приоритет но нужно посмотреть что у нас творится еще по нефтяному рынку стороны непосредственно опционов картина недостаточно красочная но можно выделить аккумуляционный барьер который как раз будет поддерживать нашу агрессивную сделку на покупку ну и и стороны неделек также нужно отметить что у нас непосредственно верхняя граница находится на предыдущих максимум достаточно сложно будет ее пройти так стороны непосредственно месяца ну здесь нам нужно забраться выше баланса дня тогда агрессивность будет больше подтверждена ну и здесь же самый большой открытый интерес находится со стороны непосредственно объемов ситуация выглядит у нас последующему ну можно сказать и объемы защищает минимумы это хорошо но в то же время смотрите крупные объемы опять же стоит на перебить и максимум поэтому если вообще агрессивно здесь торговать считаю что при укреплении американского доллара чуть-чуть перехаем получим коррекцию здесь доливаться да уже с районом как раз непосредственно 1 25 65 австралиец к доллару в этом случае нам также начинает помогать классика приоритет у нас не сменился на нисходящих хотя попытки для этого были все вот здесь именно торговая идея которая была еще заложена мною в среду полностью себя прям по красоте реализовывает достигли восходящей дополнительной зоны классика на текущий момент мы здесь торгуемся в треугольнике пока далеко не ушли это продажа стоп лоссом выше непосредственно 77 65 по тейку будем смотреть как у нас будет реагировать на нижнюю границу треугольника плюс 76 90 если будет перелову тогда 76 75 и 76 50 выглядит оптимально здесь находится недельная от эрка стороны опционов картина по паре австралиец к доллару выглядит по следующему стоит отметить что мы находимся вблизи нижней границы опционного канала в принципе это будет сдерживать сильное падение пара австралиец к доллару но переходя к более старшему опцию опцион более старшим опционом здесь как раз все нам на руку именно в сторону продажи потому что мы как раз находимся возле верхнего диапазона нижняя граница 1 находится в районе 76 50 стороны объемов картина выглядит по следующему по паре австралиец к доллару крупные объемы на продажу есть тут же не сильно успеем так скажем разогнаться на покупку дальше в принципе как раз большое скопление именно в районе 76 50 именно здесь можно будет фикти фиксироваться но видим очень много желающих защитить максимум достаточно широкой полоской объемов поэтому если кардинально фундаментальный фон не поменяется то здесь гарантированно укрепление американского доллара нефт сорта бренд ну здесь вообще мне кажется идет все идеально с точки зрения и маржинальных зон обеспечения и тех торговых идей которые закладывались мной в среду я говорил о том что есть у меня такой нестандартный шаблон либо паттерна стороны да можно сказать классики когда есть древко полотнище направлена очень под острым так скажем да или быстрым углом непосредственно по основе по направлению древка это нисходящее движение все продолжилось восходящей дополнительной зоны мы достигли все продажа 100 боссом выше непосредственно 66 первое перебитие минимумов 64 30 зафикса ну и достижение 63 25 этого будет достаточно для рынка нефти золото золотом ситуация посложнее посложнее поэтому здесь я оттолкнусь от классики от консервативного подхода более идеальным выглядит район 1803 здесь и восходи восходящая дополнительная зона внутри дневная тр к разброс да так скажем так со стороны тактики адверза здесь также у нас находится уровень тр в районе 1804 но достаточно сложно видно будет нам пройти опять же через максимум через 1800 в принципе исходя из именно как раз защиты и небольших перехаев мы здесь можем идеально сходить всего лишь посмотрев на историю как мы переходили непосредственно хай 1904 стороны опционов картина по золоту выглядит у нас последующим и здесь только возьмем недельные опционы непосредственно верхнюю границу которая находится в районе 1802 поэтому как я уже сказал консервативность здесь вообще просто зашкаливает именно с точки зрения этого уровня на продажу стороны объемов ситуация так сейчас поменяю контракт выглядит по следующему здесь все достаточно ровно с точки зрения падения понятно что на крупных уровнях 1750 но 35 долларов при хорошем фундаментальным фоне мы можем выдать но видим что большое как раз скопление объемов находится на перехае поэтому 1802 этого будет я думаю будет достаточно для входа в рынок ну и завершение фондовые индексы так здесь нужно поменять не даx даx стороны четырехчасового таймфрейма продолжает плясать на линии поддержки в принципе можно сказать вернулся в свой проторгованный диапазон ситуация связанная с джо байденом и непосредственно повышением налогов в два раза она ну так скажем раскачала фондовый рынок сначала американский ну и внесла непонятки конечно же и на европу и на азии поэтому здесь нужно выжидать выжидать хороших уровней только после этого входить непосредственно уже там на покупку либо на продажу ничего интересного с точки зрения классики и уровня мира я не вижу но если кто-то хочет агрессивности то стороны тактики адверза мы находимся выше желтой области поэтому продажа стоп лоссом ниже минимума 15 200 по тейку здесь сильно не разгонишься 15 380 этого будет достаточно на сегодняшний день на сдак по на сдаку приоритет у нас восходящие сохраняется но все идет достаточно классические с точки зрения этих торговых идей которые закладывал паттерн себя полностью оправдал сходили мы вчера был на тренировке как раз наблюдал как nasdaq snp до джонс в этот момент разворачивался пытается пробить сильные уровни я уже надеялся на то что будет прорыв и мы пойдем выше но спасибо тебе джо байден с этой стороны хорошо можно проявить агрессивность пока мы далеко не ушли это покупка стоп лоссом под минимум 13 700 так страны тактики адверза у нас есть небольшие колокольчики с точки зрения того что мы можем переписать минимум поэтому средняющую систему строим и доливаемся из района 13 600 сигналы на покупку у нас также появляется напоминаю сначала идут одиночные сигнальчики внизу потом как только двойной появляется у нас в принципе получается выстрел сейчас опять идут одинарные поэтому нужно наращивать позиции грамотно работайте с объемом snp-шка товарищ сиплы просто такая же картина как и по nasdaq поэтому покупка здесь стоп лосс конечно побольше под 4 115 ну тейком там тейк нужно будет на на сегодня брать либо переводить обязательно стоп лосс в без убыток но здесь приоритет также сохраняется восходящей стороны тактики адверза опять же сигналы на перепись у нас имеется это на 400 4 115 вот ну опять же начинают появляться сигнальчики о том что ждите ждите в ближайшем в ближайшем променна в ближайшем будущем у нас будет рост но и dow jones далеко не отстает от непосредственно ни snp ни nasdaq а если перепись будет это под 33 640 в район непосредственно 33 580 вот здесь можно будет доливаться уже большим объемом стороны сигналов точно такая же картина у нас вырисовывается и доливка идет и сигналы как и по всем остальным фондовым индексом все на сегодня все всем попутного тренда прекрасного закрытия прекрасного профитного закрытия недели и до встречи на следующих выпусках а